Сегодня у нас на тесте автомобиль, который можно считать культовым. Я говорю о знаменитом баварском седании, которое так почитают любители быстрой езды. Так и хочется сказать, трёшка BMW как много в этом звуке. Сколько споров, сколько обсуждений вызывала эта модель на протяжении всего своего существования. Однако всегда она вызывала уважение. В последние десятилетия попытки баварских дизайнеров уйти от агрессивной внешности несколько изменили имидж трёшки. Немного изменилось и отношение к ней, но, похоже, всё возвращается на круги своя, и обновление модели в 2011 году принесло поклонникам марки повод для радости. Пожалуй, в дизайне нового поколения BMW 3-й серии баварцам удалось воплотить главную идею марки. Внешность этого автомобиля сочетает в себя и агрессивность, и элегантность. Наконец-то в BMW поняли, что от себя не уйти, ведь образец спортивного седана и талон управляемости в своём классе и должен выглядеть напористо, динамично, даже агрессивно. На мой взгляд, возвращение этих черт седанов BMW 3-й серии пошли этому автомобилю на пользу. Приземистый силуэт кузова делает облик стремительным и динамичным, ну а подчёркнутый верхний контур передних фар придаёт эдакий налёт агрессивности. И, конечно же, неизменная фирменная фальшир-радиаторная решётка, благодаря которой мы узнаём любую модель BMW даже в плотном потоке машин. Ну а благодаря элегантности, свойственной новой трёшке, противников такого дизайна будет найти нелегко. Интерьер новой трёшки буквально излучает благородство. Посмотрите хотя бы на эти вставки из настоящего дерева. Кому-то они могут и понравиться, но лично я считаю, что это чересчур вычурно. Да и вообще в салоне тестового автомобиля очень приятно находиться. Посмотрите сами. Светлая отделка салона, кожаные сидения, полный набор регулировок передних кресел. Всё это создаёт приятную и уютную обстановку для сидящих внутри. Посадка водителей и пассажиров довольно низкая, но очень комфортная. Кстати, благодаря увеличенной колёсной базе добавилось пространство и для сидящих сзади. А ведь именно этого не хватало в трёшке предыдущего поколения. Мы решили пригласить на тест владелицу как раз трёшки BMW. Что интересно, предыдущий автомобиль, который у него был, это главный конкурент именно этой модели. Mercedes-Benz C-класс. Здравствуйте, Оксана. Добрый день, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, почему вы решили приобрести всё-таки BMW 3 серии? Ну, стоит сказать, что прежде всего я год проездила на машине Mercedes-Benz C-класс. Очень хорошая машина, мне нравилась, но сейчас захотела что-то другого, что-то поэнергичнее, поспортивнее, поагрессивнее, может быть, немного. Mercedes был очень плавным, очень мягким. То BMW, стоит сказать, что она подвеска чуть-чуть пожёстче, поспортивнее, да, но мне это нравится. Оксана, как вы считаете, кто будет покупать этот автомобиль? На мой взгляд, это молодые девушки где-то моего возраста, ну, до 25, а может быть, даже и старше. А также молодые парни, я считаю, что эта машина подходит как девушкам, так и парням. Оксана, а вот для себя вы конкретно какой автомобиль купили? Для себя я приобрела новую купешку трёхдверную, белого цвета, с кожаным салоном. И, на самом деле, изначально я думала тоже брать пятидверную машину, в общем-то, как у меня предыдущий Mercedes-Benz C-класс был. Но узнала, что в новой версии там идёт восьмиступенчатая коробка передач, узнала, что шестиступенчатая, более, как бы, проверенная временем. И я просто решила не рисковать восьмиступенчатой коробке передач. И, на самом деле, просто вот, как выглядит купе BMW, да, мне очень нравится. Оксана, давайте мы с вами автомобили снаружи обсудили, давайте посмотрим, какие изменения в салоне. Пойдёмте. Оксана, скажи, пожалуйста, какие изменения по сравнению с тем автомобилем, что вот ты приобрела? Я вижу, что есть изменения, но могу сказать, что они прям, как бы, так бросаются в глаза. Единственное, что очень примечательно, это такое дерево, немного непонятное и непривычное, на мой взгляд. Также коробка передач здесь стоит немного другая, но, на мой взгляд, это даже более функционально и удобно, потому что одним движением кисти и пальцев ты можешь вообще без проблем, держа руку на подлокотнике, перевести, переключить передачу. Общая панель, вот, да, там, радио, CD, она схожа. Оксана, скажи, пожалуйста, а вот разница есть? Больше места на переднем сидении у тебя в купешке или всё-таки здесь как-то попросторно будет? Так же просторно, как здесь, так и в купе. И, обглядываясь назад, могу сказать, что в купе не меньше места сзади, чем здесь. Автомобиль очень управляемый, очень послушный, чувствует любое изменение, любой манёвр, повороты, любые, вот, всё это очень, очень плавно, очень аккуратно и именно в точности так, как я хочу. Ну, скажи, а вот по сравнению с той машиной, что ты сейчас, вот, уже новую приобрела, трёхку купе, есть разница в разгоне? Я не чувствую, как бы, не будучи специалистом, я не могу сказать, что чувствую какую-то разницу. В моей машине объём 2 литра и 107 лошадиных сил, и мне этого вполне достаточно, даже слегкой. Что ж, наши гости не сторонницы экстремальной езды, но нам просто необходимо понять возможности тестирования автомобиля. А поскольку у нас сегодня на тесте BMW 335, то на дорогах общего пользования весь её потенциал не раскрыть. Так что вперёд на спортивную трассу. Здесь это просто феноменально совершенно. 306 лошадиных сил, 5 секунд до сотни. И совершенно потрясающие впечатления от этого автомобиля. Во-первых, как он ведёт себя в поворотах. Ну, а самое главное, это, конечно, этот звук двигателя. С восьмиступенчатым автоматом динамика автомобиля просто замечательная. Для наиболее эффективного разгона можно кнопку около селектора КПП, купить спортивный режим «Спорт» или «Спорт плюс». В последнем ограничивается работа системы стабилизации и контроля тяги. Так что, нажимая педаль акселератора в пол, можно почувствовать, как бешеная тяга двигателя срывает задние колеса в пробуксовку. Это говорит о том, что такая мощь требует от водителя умения и собранности. Впрочем, можно и не отключать электрон на шине и оттачивать свои навыки, ведь его срабатывание не только спасёт от неприятной ситуации, но и будет свидетельствовать о вашей ошибке. Кроме того, версия 335 стоит 1 миллион 900 тысяч рублей. И вылет с трассы, как вы понимаете, в интернете желательно. Но звук, как бы банально ни звучало, это просто песня, которую хочется слушать и слушать. Что же касается управляемости, здесь не всё так однозначно. Необходимость считать спортивность и комфорт заставила создателей принять компромиссное решение в рулевом управлении. В этом автомобиле установлена особая рулевая рейка. Смотрите, что я имею в виду. Если мы поворачиваем руль в районе нуля, то он у нас абсолютно не острый. Чем больше мы начинаем поворачивать руль, тем острее он становится. В старших моделях BMW уже давно встречается такая опция – устройство изменения передаточного числа рулевого механизма. Но в новой трёшке всё сделано намного проще. Дополнительных устройств нет, просто на рулевой рейке шаг зубьев сделан переменным. В центральном положении зубьи расположены чаще, и реакция на поворот руля медленнее. А с увеличением угла поворота шаг зубьев возрастает, увеличивая остроту. В повседневной езде это достаточно удобно. А вот на спортивной трассе, где нужно чувствовать машину максимально точно, придётся привыкать к необычному свойству руля. А вот к устойчивости трёшки в поворотах никаких нареканий нет. Проходя поворот за поворотом, автомобиль веселяет уверенность и почти прилипает к трассе. Однако это ещё не все достоинства новой трёшки. Повсеместное распространение мобильных устройств, использование их почти в любых жизненных ситуациях, не могло пройти мимо создателей нового поколения знаменитой баварской модели. Как известно, бортовые системы автомобилей BMW объединены одним компьютером, называемым iDrive. Теперь сюда добавилась и ещё возможность подключения мобильных девайсов от Apple. Об этом мы попросили рассказать специалиста в области гаджетов. Меня зовут Николай Турбар, я главный редактор сайта о гаджетах nomobile.ru. А это новенький iPad, третий, с помощью которого я и буду тестировать систему iDrive, Connected iDrive этой новенькой бэшки. В меню этого, кажется, 10-дюймового экрана есть специальный пункт Connected Drive. Перемещаться по меню нужно при помощи вот этой вот шайбы. Лево, право, вверх, вниз и входим нажатием. Самое главное, что у нас тут видно, это приложение BMW Apps. Доходим. Резюмирую, приложение Connected Drive в системе BMW позволяет читать прямо в дороге новости по RSS-лентик через Facebook или через Twitter и позволяет даже некоторые базовые действия с Twitter, например, ретвиттать. И также можно слушать интернет-радио. Ну, в принципе, все работает довольно неплохо, а греки с русификацией. Ну и мне не очень нравится, как работает шайба, она неудобна. Лучше бы было кликабельное меню. Приобретя более агрессивные черты и сохранив превосходные ходовые качества, BMW 3-я серия обзавелась еще и модными технологиями. И пусть они не являются жизненно необходимыми, но создатели продемонстрировали стремление идти в ногу со временем. За сочетание всех этих качеств BMW 3035 получает до 77 бат. Подробнее об этой машине смотрите в других блоках.